Сегодня будет только первая часть, открытие и старт, поскольку к этому году мы готовились достаточно щепетильно и долго, обговаривали, что мы будем делать, как проведем этот год, как завершим его и что останется в наследство будущим поколениям. Поэтому не обессудьте, сегодня мы в целом расскажем немного об этом великом нашем ректоре, расскажем о тех мероприятиях, которые планируем провести в течение всего этого года. И надеюсь, эти мероприятия вас также заинтересуют, и вас самих, и ваших детей, поскольку циклы, лекции, все, что мы будем делать, они будут ориентированы на разные возрастные группы, на разных совершенно людей, и на математиков, и на нематематиков, в том числе и на гуманитариев. Вот интересные эпизоды жизни этого человека, связанные с нашим в основном университетом, поскольку всю свою жизнь он посвятил нашему университету, и поэтому отделять биографию Лобачевского от развития исторических этапов развития нашего университета, даже при желании невозможно, поскольку с самого практического основания он был, жил в университете и творил в университете. Ну и как любое торжественное мероприятие, давай старт, мы всегда приглашаем нашу капеллу, чтобы традиции не нарушались ни в чем, поэтому разрешите год, посвященный Николаю Ивановичу Лобачевскому, считать открытым и передать слово нашим, нашей капелле. ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз всем добрый день. Вы знаете, мы сегодняшнее наше мероприятие разделили на три части, буквально несколько слов позволили сказать и мне, поскольку Николай Иванович Лобачевский был в том числе и ректором, а не только математиком. Он был еще и физиком, был астрономом, вел занятия по метеорологии. В то же время, долгое время был главным библиотекарем нашего университета, а также был главным строителем нашего университета. И в какой-то степени был и контролером за финансами, поэтому любой мог бы стоять на этом месте и быть удостоен чести открыть данный год и первую лекцию в этом прекрасном нашем историческом зале. Но поскольку должность ректора предусматривает быть компетентными хотя бы немного во всех этих областях, поэтому первым позволили на эту трибуну стать мне и буквально несколько слов сказать. Ну, я скажу о предыстории. Вы знаете, вот юбилеи ничем хороши, что все время позволяют нам вернуться на несколько лет, на несколько столетий назад и посмотреть, а что же делалось в это время в стенах нашего университета, как жили люди, чем они занимались, что-то у них получалось. И в какой-то степени сравнить то, что делается сегодня с этим периодом, поскольку, вы знаете, в средствах массовой информации достаточно часто, давая оценку нашему университету, нашей альмаматор, говорят, а вот тогда было вот это, а сейчас что? И как бы так, все, что мы делаем сегодня, ставится под оценку, под критический взгляд всех, кто внимательно относится за нашим развитием, за нашей жизнедеятельностью. Это и понятно, поскольку, если одним словом ответить, что такое университет, то можно просто сказать, университет – это достояние нашей страны, достояние нашей республики. А к любому достоянию всегда очень внимательное отношение, поскольку достояние – это всего народа, а не только отдельно взятых людей, которые по истечению обстоятельств, по призванию судьбы либо работают, либо учатся сегодня в университете. Поэтому и все критики, и все хворебные отзывы об университете, они связаны только именно с этим пониманием, поскольку каждый переживает, если что-то в университете не получается, и что-то получается. Вот мы, когда немного начали ворошить историю и стали возвращаться к нашим истокам, начали понимать, что не все было однозначно, как сегодня иногда трактуется в средствах массовой информации. Даже к тому же попечителю Магнитскому, которого почему-то все только критикуют из-за того, что он там 10 или 9 профессоров изгнал из университета, вел жесткую цензуру в свое время, значит, открыл кафедру богословия, почистил библиотеку. Все время только в негативных тонах, хотя именно Магнитский привлек ресурсы, и именно при нем было начато строительство главного корпуса нашего университета. И именно этот человек в качестве попечителя дал старт в карьерном росте будущего великого человека, ученого Николая Ивановича Лобачевского. Поскольку вы можете представить в те годы, чтобы человек очень молодым, в 28 лет стал деканом по нынешнему физико-математическому отделению, в 35 лет стал его ректором. Но все по порядку. Ну вот здесь сразу поспешили, видимо, думали, что я по заготовке буду выступать, но как-то так все вот навеяло, и приходится немножко отклониться от заготовленных слайдов. Вы знаете, я, может быть, не очень правильно в самом начале сказал, что вся жизнь Николая Ивановича была связана с нашим университетом, поскольку он родился-то не здесь. И у нас все время есть споры сегодня с Нижним Новгородом, где больше вклад Лобачевского, поскольку именно Нижненовгородский государственный университет сегодня носит имя Николая Ивановича Лобачевского. Но он там родился, и мы благодарны этой земле за то, что в жизнь пришел именно человек, который потом прославлял нашу математическую науку и наш университет. Ну а дальше семья переехала в Казань, Николай Иванович поступил в гимназию, с успехом его закончил, и буквально через короткое время стал студентом Казанского императорского тогда университета. И вот с этого времени связь с университетом практически никогда не прерывалась. И поэтому вот сейчас пройдут слайды, которые, в общем-то, так или иначе будут акцентировать ваше внимание на каких-то эпизодах жизни нашего университета, связанного с именем ректора Лобачевского. И в то же время, я думаю, последующие наши встречи, лекции, которые будут посвящаться отдельным категориям людей, в частности, может быть, и такая лекция будет, как вклад Лобачевского в философию строительства зданий на территории Казанской губернии, либо на территории Казани, поскольку им внесены достаточно много новшеств строительства того времени. Но я думаю, с этой лекции должен выступить либо архитектор, либо строитель, который будет давать оценку всем нововведениям, которые были сделаны, в том числе и под руководством ректора Лобачевского. Ну а здесь слайд показывает избрание Лобачевского ректором университета. Это событие произошло в 1827 году, так что текущий год мы будем с вами отмечать не только 225-летие рождения Лобачевского, но и 190-летие с момента назначения или избрания его ректором Императорского Казанского университета. Пожалуйста, следующее. И вот в жизни я просто тезисно пробегусь, были разные моменты, но вот запомнилось такое событие, как бы привлекло взгляд, когда мы готовились в 1830 год, который характеризует, казалось бы, ученого, ректора совершенно с другой стороны. Он мог быть и жестким администратором, поскольку когда в 1830 году в Поволжье пошла холера, слава Богу, от этой болезни сегодня, об этой болезни мы вспоминаем, только там 70-е, в 1970-е годы у нас в Астраханской области были еще, когда мы были потом студентами, ездили в стройотряды, нас немножко задели этой эпидемией. А вот в 1830 году огромное количество людей умерли именно от этой заразы. Так вот тогда было принято жесткое решение оградить университет и никого не впускать и не выпускать. Студенты здесь учились вместе с преподавателями, профессорами и жили на этой территории, что отратно ни один человек не умер от холеры в этот период. Следующий, пожалуйста. Ну и вот мы возвращаемся к судьбе нашего университета. И вот здесь показан вид Казанской гимназии 1800 года. И внизу проект фасада главного здания, который был спроектирован архитектором Пятницким в 1825 году. Это самое длинное здание среди всех университетов и по сегодняшний день. Длина его 160 метров. Высота не такая большая, как у Московского университета или Харьковского. Всего 15 метров. Но это все было связано с ансамблем. Вот посмотрите. Верхняя картинка – это Казанские гимназии. Это наше одно из восточного, насколько я понимаю, крыло. Но дальше центральная часть была разобрана и все перенесено вот на край. И достроен университет в таком виде. Но я прошу, когда я буду показывать слайды, обратите, пожалуйста, внимание на даты. Как быстро все это делалось для того времени. Тогда же не было такой техники, какой сегодня обладают наши строители. Хотя цементом Лобачевский уже стал пользоваться. Точнее, многие элементы были сделаны. Пожалуйста, следующее. Значит, был специально создан организационный комитет по возведению построек Казанского университета. Деньги получили. Нужен был центр ответственности. И если кто-то из нас, из вас, из нас, как говорится, занимался стройкой, он может понять, насколько сейчас много различных организаций. Есть генподрядные организации, да, те, которые контролируют. Есть контрольные всякие комитеты. А тогда был всего один комитет, состоявший из четырех человек. Но был еще архитектор. Вот ректор Григорий Борисович Никольский возглавлял профессор Николай Иванович Лобачевский, профессор Василий Ильич Тимянский и сам архитектор Петр Гаврилович были членами вот этого строительного комитета. Кто-то курировал финансы, кто-то курировал подрядные организации, кто-то курировал закупки, как сейчас у нас целая группа есть людей, которые несут ответственности за государственные закупки. Тогда тоже были государственные деньги, выделенные императором-батюшкой. И этот комитет, в общем-то, прерывал все свои работы. Вот вы увидите разрыв между 1927 годом и 1933 годом. Этот период, он был в какой-то степени связан еще и с тем, что менялись попечители округа. А округ был огромен. Вот если сравнивать с нашим временем, то у нас есть несколько федеральных округов, и нам кажется, что вот они очень большие, поскольку включают 14-18 некоторых субъектов Российской Федерации, то тогда округи были во много-во много раз больше. И попечитель должен был курировать всю эту огромную-огромную территорию. И вот заново комитет начал работать с 1831-го, с 1933-го по 1848-е годы. Именно в этот период были построены все здания, которые сейчас формируют и тогда формировали целый ансамбль нашего университета. Конечно, не было ФИСФАКа, не было ВМК, но многие из зданий со слайдов вы сумеете, надеюсь, найти, поскольку они сегодня, слава Богу, живут, существуют и работают на благо нашего университета. Следующий, пожалуйста. Ну и вот тот ансамбль, комплекс нашего университета. Ну вот, интересно, кто-нибудь определит, где наши главные здания, где какие здания есть, то, в общем-то, с архивных документов со стороны Булака 1842-го года. Ну, можно сказать, не так много, в принципе, и изменилось. Если внимательно посмотреть, мы найдем все наши дворовые постройки и, самое главное, можем определить, где же находятся наши главные здания. Все-таки со стороны Булака, только представьте, что с заднего фасада нашего главного здания. Следующий, пожалуйста. Ну и вот, как выглядел университет в то время. Вместо слов федеральной здесь были написаны императорский университет. Значит, Лобачевскому были предложены ряд дополнений в качестве различных аббреватур. Но большинством членов комитета и профессорским составом его предложения тогда не были учтены. Поэтому, если посмотрите на внешнюю картинку, мало что изменилось. Это говорит о том, что насколько правильно был построен данный объект, что он служит уже много веков на благо всем, кто здесь живет, работает и учится. Следующий. Ну вот, план ансамбля Казанского императорского университета сверху. Видно и дворовые постройки. Значит, в это время попечителям, вот он здесь справа на картинке, значит, Мусим Пушкин, с кем, в принципе, очень дружил Николай Иванович Лобачевский, и вот дружба этих двух великих людей, и дала возможность создать этот университетский ансамбль. И тогда личные отношения, как и сегодня, играют, в общем-то, ощутимую жизнь в жизни той или иной организации, того или иного коллектива. Поскольку, если бы не было поддержки попечителя образовательного округа, то вряд ли так быстро все эти объекты были бы построены. Следующий, пожалуйста. Ну, вот здесь перечислены, те, кто не нашел на той картинке и не мог определить, название всех тех корпусов. Они есть и сегодня, и анатомический театр. Правда, сегодня анатомический театр принадлежит нашему медицинскому университету, не нам, но, тем не менее, они все сохранены вот в этом ансамбле. Следующий, пожалуйста. Ну, здесь уже отдельные здания, представленные вот последним объектом, который был начат и построен в этот период, это клиника Казанского университета. Посмотрите, как быстро шло строительство. Вот 33-й год начала астрономической обсерватории, 37-й год окончания. Значит, библиотека заложена в 34-м году, в 38-м строительство завершено. Химическая лаборатория и сегодня служит нашим химикам. То же самое, в 34-е годы строительство началось, в 34-м году, в 37-м закончилось. Клиника, 38-й год, год начала строительства и 40-й год. То есть везде 2-3, максимум 4 года шло строительство. Причем все эти объекты строились одновременно. И мы именно хотели этим слайдом показать, насколько грандиозные были мероприятия, которые в то время проводились, и насколько, какая нагрузка была тогда вот на этих 4-х человек, которые курировали все это и контролировали, и отчитывались. Более того, по завершению строительства еще сэкономили порядка 50 тысяч рублей, ну тех рублей. То есть достаточно жестко весь контроль шел. Единственное, чего сегодня нет, во дворе нашего университета нет памятника Гавриилу Романовичу Державину, который был установлен в 47-м году перед Анатомическим театром. В дальнейшем данный памятник был перенесен. После революции его переплавили. И, как вы знаете, совсем недавно, буквально несколько лет назад, заново вернули. Вот такое ощущение, что данный памятник, который сегодня стоит в Казани, он полностью скроен с картинок того времени. Но если бы этот памятник был во дворе университета, наверное, может быть, он и доминировал бы в этом ансамбле, поскольку и по высоте, и по габаритам он, конечно же, там не смотрелся бы сегодня. И, наверное, в царское время его перенести, как раз исходя именно из этого. Но должен вам сказать, что во дворе университета будут поставлены бюсты, различные памятники, совершенно различным образом созданные всем нашим великим студентам и преподавателям, которые в те или иные годы находились в стенах нашего университета. Значит, мы начали, вы знаете, с формирования ректорского садика, внизу, далее, в согласии городских властей, я думаю, и Толстому, и всем нашим ученым постепенно мы заполним вот наши скверы во дворе, поскольку не только мемориальными досками должны быть увековечены их имена. Следующий, пожалуйста. Ну, здесь анатомический театр. Если можно, сейчас можно все перелистнуть, поскольку мы хотели, чтобы вы бегло посмотрели, как все было в те времена, и если у кого-то есть интерес, сравнить то, что представлено сегодня, поскольку если в некоторую библиотеку зайдете, вы очень много общего увидите с тем, как было 200 лет назад. Следующий, пожалуйста. Ну и вот на этом событии тоже хотелось бы более подробно остановиться. В 1842 году был большой пожар, и сгорело достаточно много в Казани, в том числе и сильно пострадала обсерватория Казанского императорского университета. Но огонь как бы дошел до стен нашей библиотеки, или где сегодня находится книга хранилища, и там удалось его остановить и сохранить, в общем-то, и библиотеку, и все, что связано с дальнейшими постройками по фронту огня. Это тоже было сделано благодаря смекалке ректора Лобачевского, поскольку были сделаны специальные сооружения, которые помогли остановить огонь именно во дворе университета, не допустив его ни до главного здания, ни до книг, и по большому счету все постройки были сохранены. И за первые мероприятия 1830 года по борьбе с холерой, и за сохранение университета во время пожара 1842 года, Николай Иванович был поощрен специальными грамотами, благодарностью императора по, конечно же, ходатайству главного попечителя образовательного округа. И вот здесь как раз внизу написано, каким образом был отмечен его труд. Следующий, пожалуйста. Ну, а здесь обратите внимание вот на этот слайд. Состав университета в разрезе тех университетов, которые, в принципе, существовали в то время. Это Московский, Санкт-Петербургский и Харьковский университет. Вот синеньким – это количество преподавателей, красненьким отмечено это количество студентов. Все эти данные приведены на 1834 год. То есть Лобачевский уже ректор с 1927 по 1934 год, уже 7 лет. Всего-то студентов 252 человек, профессоров 89. Имелось, скорее всего, даже, наверное, не полных профессоров, а преподавателей. Вот такой был размер нашего университета. И когда говорят, что каждый человек может попасть к ректору, студенты были. Посмотрите, какая была пропорция. Разделите количество студентов на количество преподавателей, и вы поймете, насколько внимательно могли относиться преподаватели к каждому студенту. Не как сейчас, там, 1 к 10, 1 к 12. Понятно, что сейчас средств коммуникации достаточно много. И поэтому, когда нас сравнивают сегодняшний размерный масштабный университет с тем временем, то надо сказать, да, тогда была индивидуальная работа, тогда был персонифицированный подход к каждому студенту. Следующий, пожалуйста. Вот как росло количество студентов в Казанском университете с 1826 по 1850 годы. Не так-то быстро и росло. И посмотрите, какова динамика роста вот за этот период нашей с вами работы за последние 5 лет. У нас количество сотрудников сегодня 11 500, количество студентов 44 тысячи с лишним. 44 тысячи тоже где-то около 500, там 400 с чем-то. И посмотрите, как менялось количество студентов в Казанском университете. То есть, насколько была такая достаточно стабильная жизнь и медленно все изменялось за все эти годы. Следующий, пожалуйста. Ну вот много сегодня в прессе и вообще в обществе дискуссий, каким образом распределяется количество контрактных студентов от бюджетных студентов. Посмотрите, здесь вот синеньким отмечено это казенно-коштины. То есть, это по сути студенты, которые обучались в Казанском университете за счет казны. А сверху красным – это студенты, которые за свое обучение платили сами. Пропорция тоже примерно такая же, как сегодня. А вот справа красненьким написано количество студентов Казанского университета, сегодняшнего, федерального, на 1 января 2017 года. Бюджетных студентов у нас 18 982, контрактников 23 152 человек. И тогда казенных студентов было меньше, и сегодня примерно те же пропорции. Я еще раз говорю, мы, точнее я принял такое решение, немножко показать, да, как бы пропорции, что происходило. А если вы сегодня сравните, какие факультеты, отделения, направления подготовки специалистов были тогда и сегодня, то очень много общего. Поскольку вы помните, наверное, что, ну из истории, конечно, не по жизни, что колоссальная трансформация в университете в нашем происходила дважды. Ну, после этапа его создания, конечно. В 1930 году и 2010, в 1930 году все будущие независимые институты, университеты отпочковались в основном в своей массе от Казанского университета государственного, начиная от медицинского, другие, да, на базе факультетов организовывались. Дальше, до 50-х годов этот процесс шел, когда отпочковывались структурные подразделения наши и вливались в структуру Казанского научного центра. И 2010 год, когда все это в университет возвращалось. И вот две большие трансформации с момента создания университета происходили. Но в 2010 году и по сегодняшний день, по сути, в университете сформированы те же отделения, только они не отделениями, институтами называются, или не факультетами. Юридические и медицинские были изначально в стенах императорского университета. Юридический всегда был здесь, в одно время только его, там буквально на короткое время убирали стену университета. Дальше медицинские мы вернули в Лоно университета, в 2011 году начали, на сегодняшний день мы имеем полноценный, в общем-то, институт. Вот клиника. У нас клиники тоже не было, но на картинке вы видели, что клиника маленькая, где сейчас у нас ЦИС расположен, да? И высшая школа журналистики. То сегодня клиника имеет 1800 человек сотрудников или работающих. Это медсестры и врачи. И обслуживает более 50 тысяч населения. Поэтому размеры только другие. Идеология была сформирована в те годы. Именно с подхода, что должна быть высокая междисциплинарность. И когда я говорю, что Лобачевский далеко не математик, он вообще никогда не был заведующим кафедрой математики, насколько я знаю, но заведующим кафедрой общей физики или физики, общей физики уж по сегодняшней терминологии он был. И вел занятия, еще раз говорю, по физике, по механике, но в целом по механике, по астрономии, метеорологии. Ну а математики при своем выступлении скажут, в каких направлениях он там работал. Я не буду забирать хлеб у наших коллег. Поэтому вы в конце, когда я скажу, что мы будем еще создавать музей, вы поймете, почему мы в таком виде хотим этот музей сделать. Так, следующий, пожалуйста. Ну, а это семья. Ведь семья самая главная. У него была достаточно большая дружная семья. Здесь показаны только дети, которые дожили как бы до старости. Два ребенка у него умерли достаточно молодыми, дочь и сын. В принципе, что и послужило потом, может быть, в какой-то степени или спровоцировало ту болезнь, от которой Николай Иванович в конце и умер. Следующий, пожалуйста. Ну вот, последние годы жизни. В 1945 году Лобачевский был шестой раз избран ректором на новое четырехлетие. И в том же 1945 году назначен, здесь не очень правильно написано, поскольку вначале он исполнял обязанности попечителя Казанского учебного округа, буквально в течение небольшого периода времени. А дальше был назначен новый попечитель. И Николай Иванович уже не мог вернуться в университет, поскольку тогда тоже замещение должностей государственных служащих и иных не допускалось. Значит, для него именно была придумана должность такая помощник попечителя Казанского учебного округа. Но, к большому сожалению, ни попечителю, ни Лобачевскому самому, поскольку он был достаточно скромным человеком и не удалось получить жалование за эту работу. То есть, по сути, он все эти годы работал, ну, как бы сегодня сказали, на общественных началах, выполняя огромную нагрузку, огромную работу. А при этом жил, опять я использую сегодняшнюю терминологию, на пенсию. Конечно, его поддерживали различным образом, разовыми выплатами, мерами поддержки. Но, по большому счету, вот после того, как он покинул пост ректора, Лобачевска постигла от на неудачи за другой. Начали умирать дети от различных заболеваний. И, по сути, он кончил жизнь достаточно бедным человеком, можно сказать, нищете. Вынужден был распродать все, что было, и даже после его смерти и дом супруга распродала. И, насколько я знаю, они вынуждены были потом, семья, переехать в Санкт-Петербург. Ну, и вот последняя работа, которая была опубликована по пенгеметрии, она, по сути, он уже был ослепшим. Он ее диктовал, и записывали его ученики, и, в общем-то, издали в последний почти год перед смертью. Погребен Николай Иванович, как вы знаете, в Варском кладбище в 1856 году, 12 февраля, он умер. И вот в таком состоянии находится сегодня могила. Понятно, что там все уже перегружено на этом кладбище. Таким образом, следующий, пожалуйста, этот человек останется в памяти всех. И вот к столетию, я не зря в самом начале говорил, что вот очень хорошо, что есть юбилейные даты. Был открыт памятник 1 октября 1896 году. Следующий, пожалуйста. И вот 11 февраля, открытие года имени Лобачевского, то есть именно сегодня мы с вами этим делом и занимаемся. А завтра будет, по сути, день смерти, да, 12 февраля. Значит, несколько раз к разным юбилеям пытались восстановить и музей Лобачевска. Можно следующее, пожалуйста, пролистать. Вот мероприятие года Николая Ивановича Лобачевска. Я думаю, Марат Мирзович более подробно расскажет об этих делах. Вот здесь бегло просто на слайдах посмотрите, то, что пока предложили наши преподаватели и сотрудники. Специально создан организационный комитет года Лобачевского. Все эти мероприятия будут проходить в течение всего года. И следующее, пожалуйста. Вот медаль и премия имени Николая Ивановича Лобачевского. Мы здесь получили полную поддержку председателя попечительского совета нашего университета, президента нашей республики Рустам Нургалевича Миниханова. Значит, инициатива по присуждению медали и премии с инициативой высшей нашей математики, прежде всего Институт механики и математики нашего университета. Марат Мирзович, его коллеги. Было принято решение, что в качестве экспертов войдут филфорские лауреаты, известные на весь мир нашей математики. Премия будет вручаться один раз в два года. Сегодня положение о премии и о конкурсе подготовлено. Насколько я знаю, даже должно быть опубликовано уже на сайте университета. И сегодня есть уже ряд наших известных математиков мировыми именами, которые желают участвовать в этом конкурсе. Значит, предполагается, что премия будет вручаться вот в этом императорском зале с участием и попечителей, президентом республики и ректором Казанского федерального университета, а точнее даже не ректором, а председателем ученого совета, по-моему, в положении написано именно так. Пока это в одной должности, значит, можно использовать и тот или другой термин. Следующий, пожалуйста. Значит, будет создан музей Николая Ивановича Лобачевского. Вот здесь предыстория этого вопроса. Первое упоминание о необходимости создания музея, есть в тысячах документов, датированных 1942 годом, и принадлежит профессору Широкову. В 1991 году пошли еще дальше. К 200-летию со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского даже выпустили постановление Совета Министров ТАССР. И вот здесь даты есть об открытии мемориального музея квартиры. Обратите, пожалуйста, внимание, иногда путают, говорят, вот здесь, в соседнем зале, был музей Лобачевского. Музея Лобачевского никогда не было. Были выставочные экспонаты, но это не музей. Разговор идет о мемориальном музее Николая Ивановича Лобачевского, там, где он жил. И вот буквально неделю назад мы с нашими математиками прошли, посмотрели, в общем-то, определились с местом, где это будет. Это ректорский дом. Прошу слово «ректорский» обратить внимание в кавычках написано, а то у нас достаточно много средств массовой информации, могут сказать, Гафуру в своем доме уже музей делает. Я на этом специально акцентирую внимание, поскольку у нас блогосфера очень быстро начинает все наши действия описывать. И вот на втором этаже, я думаю, разместится и мемориальный комплекс, и там же есть предложение, еще раз обращаю внимание, есть предложение, пока это не принято решение, сделать и музей физики. То есть вот, причем музей будет из двух частей состоять, из мемориальной части и отчасти чисто принадлежащей музейному сообществу и нам всем, но мы по максимуму хотим сохранить аудиторный фонд, и этот музей, он должен быть работающим. Вот вы представляете, наш актовый зал, это же тоже входит музейный комплекс, но мы здесь с вами собираемся, и он никогда не пустует. И вот этот музей, он должен работать на популяризацию прежде всего математического образования в нашей стране и работать на подрастающее поколение, и работать на наших сегодня преподавателей и сотрудников. Вот здесь, в общем-то, целевые аудитории тоже определены, формы работы мы написали, но все это может быть изменено. Но музей должен быть открыт к отну рождения 1 декабря 2017 года. Вы знаете, мы не должны поступать, как поступили по тем или иным причинам до нас. Мы с вами тогда в свое время договаривались о перезахоронении Ингельгарда, и эту работу сделали. Эта работа была намного сложнее, чем сделать мемориальный музей Николая Ивановича Лобачевского. И вот хоть 91-й год, 42-й год, понятные годы. Шла война в 42-м году, 91-й год. Наша великая страна развалилась, и в этот период, наверное, было просто не до музеев. Сейчас пока, слава Богу, все спокойно, хоть кризис, но кризис и приходит, и уходит. Мы с вами пока, слава Богу, стабильно развиваемся. Поэтому я думаю, мы с вами все, если доживем, хотелось бы перерезать ленточку и быть участником этого хорошего события. Следующий. Ну и различные проекты, в том числе и телевизионные. Я думаю, здесь более подробно мои коллеги остановятся. Следующий, пожалуйста. Вы знаете, университет должен отдавать дань своим предшественникам. И эта работа, это наша миссия с вами, это наша обязанность. Поэтому, я думаю, и ресурсы найдутся, и все те перечисленные мероприятия, коротко, тезисно, которые были показаны, я думаю, найдут. И финансовое подкрепление нам нужно научиться просто всем душа душу работать. Я прошу подключиться также и наших лицеистов, директоров наших лицеев, поскольку один из них носит имя Николая Ивановича Лобачевского. Здесь, насколько я знаю, присутствует и второй лицей, который также носит имя Николая Ивановича Лобачевского. И наш IT-лицей, поскольку он, по сути, тоже математический. Должен проинформировать вас всех, что было мое обращение к ректорам федеральных университетов Российской Федерации, всего 10 в нашей стране. И все они откликнулись и готовы подключиться к вопросам популяризации Николая Ивановича Лобачевского, его наследия и все, что он делал, должно, как бы к этому кто бы ни относился или не пытался относиться, поскольку мы достаточно часто бываем за рубежом, на различных встречах, начинаем, когда только говорит о Николая Ивановича, иногда пытается обсуждать первичность, непервичность этих работ, кто их вначале сделал, кто потом сделал. Наша с вами задача, чтобы имя одного из величайших, а, наверное, может быть, единственных, общепризнанных математиков нашей страны звучало достаточно гордо. Поэтому и сумма премии, она не маленькая, даже по международным оценкам. Конечно, не Нобелевская премия, но тем не менее. Но я думаю, это будет способствовать популяризации нашего математического образования. И именно благодаря этому федеральный центр нашел возможность и нашему университету, среди четырех университетов Российской Федерации, дана возможность создать федеральный центр математического образования. У нас Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и мы. Это тоже в какой-то степени дань уважения, в том числе, я думаю, и великому математику Николаю Ивановичу Лобачевскому. Сейчас я хочу с удовольствием предоставить слово. Может быть, я отклонюсь от регламентов. Мне сказали, что вы должны потом представлять слово. Здесь придут соответствующие люди. Но я хочу это с удовольствием сделать сам, директору нашего института механики и математики. Алексей Григорьевич, пожалуйста, вы более подробно расскажете о математике. Дорогие коллеги, уважаемые гости и господа студенты, как говорили раньше. Я пытался найти формулу, ну как это любят делать в математике, которая бы описывала, ну суть что ли, кратко описывала, конечно, неполно суть Николая Ивановича Лобачевского. Мне кажется, это вот какая формула. Это главный ректор и главный ученый Казанского университета. А если, конечно же, поразмыслить, то это, наверное, главный ректор и главный ученый России. Дело в том, что то открытие, за которое Николай Иванович, безусловно, заслуживает определение главной, это открытие, имеющее двух с половиной тысячелетнюю историю. Нужно об этом помнить всегда, что вот в истории человечества бывают феноменальные достижения, связанные с разрешением труднейших задач. И вот одна из таких задач, это была загадка пятого постулата, Евклида. И вот именно Лобачевский путем создания неевклидовой геометрии разрешил эту задачу, разрешил эту загадку. Большего, ну, по... Вот как измерять открытие в разных областях? Очевидно, наверное, по тому резонансу, который они вызывают в мире. И большего резонанса, чем открытие Лобачевского, ну, кроме, наверное, таких открытий, как ядерное оружие, по своему звуку, да, не было. Это действительно открытие величайшее. И действительно по праву Николай Иванович заслуживает определения главной ученой России. Ну, а почему он главный ректор? Конечно же, у нас в истории будут еще не один, наверное, великий ректор, такой, как Михаил Тихонович, нужен. И не сочтите это за желание понравиться нынешнему ректору. Нынешний ректор – это Шатравка Джигафуров, который вложили и вкладывает огромные силы в преобразование университета. И то, как феноменально развивался университет при Михаиле Тихоновиче Нужине, и как он феноменально развивается сейчас, это, конечно, да. Но главный ректор Лобачевский потому, что вот тот замечательный памятник архитектуры, который располагается на территории старого кампуса университета, между улицами университетской, астрономической, я современные названия привожу, профсоюзной и кремлевской, это шедевр архитектуры. Я хочу перейти к некоему, я постараюсь быть кратким, хотя вот могу и не быть им. Я постараюсь кратко рассказать о двух вещах. О достоянии все не буду, конечно, освещать очень кратко. Постараюсь, потому что у нас будут вот Марат Перзаевич, который за мной расскажет о программе «Лектория» года Лобачевского. Там вы увидите, что у нас очень много будет лекций, которые точно привязаны к наследию, творческому наследию Николая Ивановича и как математика, и как физика, и как библиотекаря. Так вот, первый урок, который… да, и еще об этом я хочу сказать, об уроках, которые мы извлекаем из жизни и наследия Николая Ивановича Лобачевского. Первый урок. Лобачевский человек Казанского университета. И университет имеет в своем названии корень универсум. И вот Николай Иванович был поразительно универсальный человек. Он уже при поступлении в университет блестяще владел европейскими языками. Он при строительстве Казанского университета, о котором вот Ильша Травкатович подробно рассказывал, он был не просто член, ну вот как можно так выразиться, постройкома. Это современное дурное слово, но вот как, член строительного комитета. Будучи ректором, он много читал архитектурных книг по архитектуре, выписывал их, ездил в Петербург. И без сомнения он разбирался в том вопросе, которым он занимался. То же самое могут о нем сказать работники библиотеки, носящие его имя. Лобачевский был незаурядным, это же ведь огромная ответственность и работа по каталогизированию, по учету, по хранению рукописей. И вот Ильша Травкатович говорил его об этом, как героически вел себя Николай Иванович во время пожара 1842 года и спас библиотеку Казанского университета. Также подчеркивает его универсальность, не говоря уже о том, что он универсален по своей основной работе, научной работе. Он прекрасный математик, гениальный математик. Он ответственный физик, он заложил основы того, чем сейчас является Институт физики. Он заведующий кафедрой физики в течение 13 лет. Он библиотекарь, он читал лекции по астрономии и по механике. То есть везде в основных направлениях работы Казанского университета его след. Но существует такая легенда, или может быть это не легенда, когда ректор Лобачевский вызвал студента математического отделения по фамилии Зинин и поручил ему разобраться с химией, в чем последний весьма преуспел. То есть и к химии он имеет отношение. Следующий урок, о котором я хотел бы рассказать сегодня, я его называю так, это урок провинциала. Но существует такой миф, весьма устойчивый, что все хорошие вещи, это мода, культура, наука, она творится в столицах. Вот вся жизнь и творчество Николая Ивановича Лобачевского опровергают этот миф. Он никогда не страдал комплексом провинциала. Это тесно связано с его первым уроком, университетскостью, универсальностью этой личности. Следующий урок, это урок смелости, также тесно связанный с тем, что он не был никогда провинциалом. Смелость взяться за решение задачи, о которой я уже сказал, о решении двух с половиной тысячелетней загадки, и не бояться взяться за это дело, фактически не опираясь на научную школу и на давно существующие традиции. Потому что это также миф, что большие открытия делаются в больших коллективах, опирающихся на научные школы. Это, конечно, так. Но вот гении они могут начинать так, как начал свою работу Николай Иванович Лобачевский. Следующий урок, о котором я хотел бы сказать, это урок патриотизма, потому что Лобачевский, он никогда не стремился, он всегда был верен городу своей юности и впоследствии своей зрелости. Казани, он никогда не стремился уехать отсюда, хотя, конечно, бы мог. И вот еще одно размышление приходит, я об этом тоже буду говорить, кратко, но скажу. Ведь Николай Иванович Лобачевский при жизни не был признан российскими математиками. Признание пришло к нему из-за границы, и признание трудов Лобачевского пришло из-за границы, когда разбирался архив великого Гаусса. Но Лобачевский при жизни получил высокую оценку Гаусса. А Гаусс – это великое имя в истории математики. Я вот задаю себе вопрос. Мог бы Лобачевский, воспользовавшись этим признанием и обидевшись на Россию за то, что она не принимала его открытий, мог бы он уехать, мог бы он эмигрировать, как сейчас сказали бы? Наверное, да, если бы приложил к этому какие-то усилия. Но это доказано, что он никогда никаких усилий не прилагал и всегда был верен и науке, и своему университету. Поэтому он действительно настоящий патриот. Затем следующий урок, о котором я хочу сказать, это урок терпения и достоинства. Но я уже сказал, что работы Лобачевского при жизни не были оценены. И ладно бы они не были, но приняты как бы, как это, по-джентльменски. Но работы Лобачевского, они подвергались не только критике, а высмеиванию. Появлялись даже оскорбительные карикатуры. И Лобачевский, хранясь достоинства, прошел через вот все это и никогда не опускался до ответных выпадов. Это действительно урок большого достоинства. Следующий урок – это урок научной прозорливости. Лобачевский заложил основу аксиоматического метода. То есть его геометрия – это действительно воображаемая геометрия. Потому что тот геометрический объект, на котором идеально демонстрируется геометрия Лобачевского, это псевдосфера Бельтрами, она вошла в научный обиход позже. И он единственной стройке великих математиков, которые имели отношение к созданию неевклидовой геометрии. Это же венгер Янаш Бальяи, это Карл Гаусс, и это сам Николай Иванович Лобачевский. Он единственный почувствовал здесь вот эту важную проблему, и он занимался доказательством непротиворечивости своей геометрии. И не просто демонстрировал то, что такая геометрия возможна. Создав новую геометрию, он на самом деле еще и показал, ну или вернее стремясь к этому доказательству непротиворечивости, он заложил такую характеристику, наверное, он или со многими другими, но подчеркиваю, что он также внес этот вклад в строгость математики. На самом деле математика – это очень строгая наука. она строже гораздо, чем юриспруденция, исключение из математических законов, не существует. И даже те отрасли математики, которые, скажем так, занимаются какими-то неточными делами, как, например, вычислительная математика, она точно стремится обосновать и точно обосновывает свою неточность. Вот так можно сказать. Создавая новую геометрию, Лобачевский заложил, она была не Евклидовой, и еще и долго после Николая Ивановича Лобачевского у широкого круга специалистов, прежде всего астрономов и физиков, бытовал миф о Евклидовости окружающей нас Вселенной. Этот миф был опровергнут в дальнейшем работами Эйнштейна, его последователей, но геометрия Лобачевского, вот ее изобретение, оно дало толчок такому неоканчивающемуся сейчас явлению в науке, как геометризация физики. Потому что, например, такой великий ученый, математик, как Берденхарт Римман, он подчеркивал то, что работы Лобачевского будут оценены в дальнейшем физиками. Оказалось, он был прав, и его собственные работы были оценены физиками сполна. И вот сейчас это движение, которое активно развелось с трудов Альберта Эйнштейна и Майкла Гроссмана, оно сейчас активно продолжается в мире, и в том числе и в нашем университете, потому что в нашем университете существует, как в мои годы обучение говорили, наверное, это справедливо сейчас, единственная в России кафедра теории относительности и гравитации, основанная также геометром Алексеем Зиновичем Петровым. Затем я должен сказать, что жизнь Лобачевского все-таки нам дает не только уроки такого, ну что ли, отчасти горького характера, но и уроки оптимизма, потому что все равно должное гением воздается, потомками. И второй урок оптимизма – это хорошая математика, обязательно когда-нибудь будет нужна. Хотя сами математики иногда этого не знают и не доживают. Математика – наука абстрактная, и не всем математикам везет при жизни получить признание своих результатов и использование своих результатов. Ну вот к тем, кто не дожил до использования своих результатов, относятся, конечно же, Лобачевский, Римман, Галуа, Тьюринг. Но те, кто доживают, это также великие математики, есть другие примеры. Это Калмагоров, это Виннер, это Перельман, в конце концов. Следующий урок, о котором я уже скоро заканчиваю, следующий урок, который здесь уже раскрыл в своем докладе Ильша Атравкатыч, это урок преданности своему делу. Ну и главное дело в жизни Лобачевского, помимо науки, науке он своей был предан всегда, и вот было уже сказано, что в последний год его жизни вышел его главный труд, пангеометрия, и он диктовал действительно уже, будучи совсем слепым своим ученикам, вот эти результаты по пангеометрии, которые обобщали его прижизненные работы. Верность делу, преданность делу верна и видна и в деятельности Лобачевского как ректора. И было уже сказано, что его буквально-таки героическое и профессиональное поведение, высокопрофессиональное поведение вот при эпидемии холеры в 1830 году и пожара в 1842 году, когда была спасена основная часть из зданий Казанского университета. Далее, также было уже сказано, но я это подчеркну, потому что это урок. Вот Лобачевский относится к людям, которые дают урок служения. В каком смысле? То есть вот управлять и подчиняться тоже надо уметь. Управлять нужно так, чтобы не обижать своих подчиненных, а в подчинении у него был целый университет. И нет таких свидетельств, чтобы он кого-то обидел, оскорбил или незаслуженно как-то незаслуженно лишил каких-то прав. И более того, Лобачевский не только умел руководить, он умел и подчиняться. Он работал с двумя попечителями, первый из которых был очень строг, это Магницкий, а второй был в хороших с ним, хотя это был боевой офицер, Мусин Пушкин, но он был в хороших с ним отношениях. То есть Лобачевский нигде не переходил какую-то грань правильного отношения как с властью, так и со своими подчиненными. То есть и в этом он пример любому руководителю. Конечно же, нельзя не сказать, что еще один урок, который мы можем извлечь из жизни Николая Ивановича Лобачевского, это урок мужества. Он уходил из этой жизни тяжело. Наверное, можно сказать, хотя я думаю, может это будет и неправда, но могли бы сказать скептики, что он уходил разочарованным, то есть обедневшим, ослепшим, потерявшим своих детей. И тем не менее, конец тяжелый, но уходил он, я уже говорил об этом, с достоинством, он не был озлоблен. И, наконец, это урок нравственности, потому что вот все те уроки, о которых я сказал, говорят о Лобачевском и как о высокоуниверсальном человеке, человеке своего времени, человеке XIX века и как о высоконравственном человеке. Ну, как бы о человеке, достойном представителе русской интеллигенции, российской интеллигенции. Вот на этом я хотел бы закончить свое краткое сообщение и предоставить слово профессору Марату Мирзовичу Арсланову, чтобы он подробно познакомил нас с содержанием лектория года Лобачевского в Казанском федеральном университете. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы подготовили дорожную карту проведения года Лобачевского. В подготовке этой карты приняли участие большое число математиков нашего института, Института вычислительной математики и информационных технологий, ИТИСа, а также профессора физического факультета, Института физики, прошу прощения. Дорожная карта содержит несколько разделов. Важнейшими являются это вот лектори, о котором уже говорил Ишат Равкатович, а также медаль, конкурс на соискание медалей и премии имени Николая Ивановича Лобачевского. Я в основном буду говорить о первом блоке, это лектории и о медали. Кроме вот этих двух блоков еще есть всевозможные проведения всевозможных конференций, семинаров, симпозиумов по многим разделам математики. Об этом я не буду говорить, потому что у нас ежемесячные будут вот такие встречи, какие мы сейчас проводим. Вот на них мы более подробно изложим и эту часть мероприятия. Пожалуйста, дорожные карты, лектории. Ну, первая лекция состоялась, я прочитал Ишат Равкатович. Лекторий состоит из трех блоков. Первый блок – это лекции о Лобачевском, его научная деятельность, его административная, общественная и педагогическая деятельность. Прочитает эти лекции ученые Казанского университета, а также ученые из Петербурга, Москвы и других городов нашей страны. Это ведущие математики, специалисты в этих областях. Более подробно об этих лексиях говорить я буду только по некоторым направлениям этих лексий. Второй блок – это исторические лекции. Это те древние проблемы, проблемы прошлого математики, которые сыграли большую роль в дальнейшем развитии математической науки. Лекции прочитают профессора Казанского университета, а потом два профессора – профессор из Петербурга и Московский университет. И, наконец, третий блок – это четыре современные проблемы математики. Они были озвучены в списке проблем Гильберта и семь проблем тысячелетия. В числе этих четырех проблем две уже решенные проблемы. Кстати, обе проблемы решены нашими отечественниками, представителями Петербургской математической школы. Это так называемые знаменитые десятые проблемы Гильберта о существовании решений диафантовых уравнений и решения гипотезы по анкале о геометрических свойствах трехмерной сферы. Диафантовое уравнение – это имеется в виду уравнение с произвольным числом неизвестных с целыми коэффициентами. Разговор идет о существовании алгоритма существования решения любого такого уравнения. Проблема имеет очень большое значение. Она была сформулирована в 1900 году великим немецким математиком Давидом Гильбертом. Она имеет очень большое значение, как сейчас поняли, и современная математика поняла, в развитии компьютерной математики. Решение проблемы получено петербургским математиком Юрием Владимировичем Матьясевичем, академик Российской Академии Наук. Лексию прочитает либо он сам, либо его ученик, один из крупнейших специалистов по диафантовым уравнениям, член-корреспондент Российской Академии Наук, профессор Всемирнов. Вторая решенная проблема – это проблема по анкаре. Я уже говорил, что речь идет о геометрических свойствах трехмерной сферы. Эта проблема была решена петербургским математиком Григорием Яковлевичем Перельманом. Проблема имеет очень много приложений. В частности, ее решение означает, что некоторые свойства нашей Вселенной можно изучить, изучая геометрические свойства трехмерной сферы. Эту лексию прочитаю я. И, наконец, две лекции о нерешенные проблемы математики. Это одна из проблем из семи проблем тысячелетия. Было семь проблем, одна решена, остается шесть нерешенных проблем тысячелетия. Эту лексию прочитает один из самых таких наших молодых, выдающихся математиков, перспективных, точнее сказать, математиков, федеральный профессор, профессор Российской Академии Наук Искандр Шагитович Калимуллин. Речь идет о проблеме Кука. Или П равняется НП проблемам. Дело в том, что не все задачи, которые решаются на компьютерах, можно осуществить в реальное время. Существует большой комплекс очень важных прикладных задач. В принципе, существует решение на компьютере, но можно ли их осуществить в реальное время, это неизвестно. Решение проблемы означает, решение проблемы, которое пока еще является открытой, означает, что если получим ее решение, тогда это будет революция в развитии компьютерной математики. Например, это будет революция в проблемах, связанных с защитой информации, криптографии. Одна из великих проблем современности. И другая проблема, гипотеза Риммана о существовании комплексных нулей дзета-функции Риммана. Формулировать этот теоремент так на популярный я пока не смогу, но это одна из важнейших проблем современности. Например, известно, что когда Гильберта спрашивали, о чем он спросит, если он после смерти через 500 лет опять появится на свет, какой вопрос он задаст своим ближайшим коллегам. Он ответил, я спрошу, решена гипотеза Риммана или нет. Решение гипотезы Риммана тоже имеет очень много средствий, не только в математике, но и в других разделах науки. Лекции прочитает один из ведущих математиков нашего института, Фарид Габединович Абхадиев. Много других лекций. Они будут проситы на математике Московского, Казанского, Петербургского, других университетов. Я хочу подчеркнуть, хотя здесь речь идет о важнейших проблемах математики, изложение будет на очень популярном уровне. Лекции ориентированы на учащихся средних школ, 10 класс. Поэтому на эти лекции приглашаются все интересующиеся математикой молодые люди. И, наконец, второй раздел дорожной карты это медаль, конкурс на соискание медалей имени Лобачевского, медали и премии. И Шатровкатов уже говорил, что размер премии установлен в 100 тысяч долларов. Но в объявлении, которое мы поместили на сайте и распространили по всем университетам, а также на сайте Американского математического общества, сказано, что размер медали составляет 75 тысяч долларов. Это слова, которые в свое время Ильишат Равкатович нам говорил. Остальные 25 тысяч из этих 100 тысяч долларов, они уходят на обслуживание вот этой церемонии награждения медалью. Так что медаль 75 тысяч долларов в российском эквиваленте. Для проведения этого консказа составлено жюри, куда входят все представители крупнейших геометрических центров России, Западной Европы, Соединенных Штатов Америки и Востока. Достаточно сказать, что там, как Ильишат Равкатович уже говорил, три филсовских лауреата. Это профессор, наш соотечественник Смирнов, профессор, также наш соотечественник, который сейчас работает в Американском университете Зельманов, он является еще одним из научных руководителей нашего математического центра, а также профессор Гарвардского университета, профессор Яу. Украшением нашего жюри является академик профессор Громов, Михаил Громов. Он является профессором Женевского и одного из американских университетов, лауреат премии Лобащевского 1997 года. Он является обладателем многих престижных премий, в том числе лауреатом Аблевской премии. Аблевские премии по размеру, по величине денежного эквивалента превышает Ноблевские премии 1 миллион долларов. А наша премия, которую мы учредили, она занимает на сегодняшний день по своему размеру третье место в мире, уступая Ноблевской премии, Аблевской четвертое место. И еще недавно учредена премия, она присуждается один раз в два года. Один из американских университетов эту премию учредил. Размер премии 3 миллиона долларов. Она тоже присуждается математикам. Номинации будут проходить до 30 июня, но уже сейчас есть четыре крупных математика, которые выдвинуты на соискание этой медали и премии. Это Григорий Яковлевич Перельман, его выдвинули новосибирские математики. Лауреат Филсовской медали, наш соотечественный воспитанник Московской математической школы, но сейчас он работает в Соединенных Штатах Америки, Максим Концевич, второй номинант, премии Лобачевского, третий номинант, профессор Висся, профессор Американского университета. Недавно он совершил крупные геометрические открытия, и мы, члены жюри, рассматриваем его кандидатуру наиболее вероятной. И, наконец, еще есть несколько кандидатов, это российские математики, профессор Петербургского университета Иванов, один из профессоров из Омского университета, но это менее серьезные кандидаты. Но обязательные условия нашего конкурса, номинант должен приехать 1 декабря, он должен быть в Казанском университете, лично получить с рук нашего президента, председателя попечительского совета, и председателя ученого совета, эту премию, и выступит актовой речью. Если победитель конкурса не может приехать, тогда премия вручается следующему по приоритету кандидату этой премии. Сейчас идет большая работа по осуществлению деятельности нашей дорожной карты, ежемесячно мы будем собирать, сегодня, вот Ильша Травкатович мне говорил, что это была установочная лекция, он фактически открыл, и тем самым задал высокий научный уровень проводимых лексий. Следующие лексии прочитает академик Академии наук Татарстана Юрий Геннадьевич Коноплев, он расскажет о связи работ Лобачевского с современной наукой. Будет дальше цикл лексий, связанных с геометрией Лобачевского и работами Лобачевского не только в области геометрии. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодняшнее заседание можно считать совершенным, я только хочу сказать несколько вещей. Немножко откомментировав предыдущего выступающего, уважаемого Марата Мерзавича Арсланова. Математики они люди не избалованные большими деньгами. И наша премия, она, если брать по математике, она третья в мире по размеру. Поэтому это и мы надеемся, что вот этот вот очень высокого уровня состав жюри, куда входят и филцевские лауреаты, и лауреат Абелевской премии, Майкл Громов, Миша Громов, Михаил Громов, который уже был в Казани, он является лауреатом, получившим медаль Лобачевского в период с 1992 по 2002 год, в 1996 году, по-моему, или в 1997 так вот, авторитет этого жюри и очень солидный размер этой премии, мы надеемся, он будет выдающимся вкладом в то, что сейчас, чем сейчас живет университет, Казанский федеральный университет. Живет он тем, что, как вы все помните, мы участвуем, или кто, если не помнит, то не знает даже, но вот Казанский университет участвует в таком чемпионате мира. Мы пытаемся выполнить так называемые апрельские указы президента Владимира Владимировича Путина и войти в сотню лучших университетов мира. И одним из показателей этого конкурса, наиболее важным показателем, является рост узнаваемости, известности нашего университета. И я очень надеюсь, и даже более того, я уверен в том, что успешное проведение года Лобачевского и успешное завершение этого года, а завершение именно торжественное завершение вручения медали Лобачевского нового формата, нового дизайна из драгоценных металлов, это будет событие крупнейшее, которое привлечет к этому это событие к себе огромное внимание. И я надеюсь, что это будет крупнейший вклад, по крайней мере, точно этого года в увеличение в рост известности Казанского Федерального Университета. Поэтому Марат Мирзавич уже сказал, что лекции будут проводиться на уровне доступном даже школьнику, ну, серьезно подготовленному школьнику. Это первое. Но второе, они не будут, конечно, носить научно-популярный характер. Это будут серьезные лекции. Поэтому математика это наука молодых. Большинство открытий в области математики делаются молодыми, поэтому я призываю, настоятельно призываю посещать эти лекции школьников из наших лицеев, школьников города, которые интересуются математикой. Это поможет им в жизни и в их карьере будущей. А также студентам в общем-то всех институтов Казанского университета, поскольку это тоже вот у меня такая, признаюсь, домашняя заготовка. Математика, на мой взгляд, является самой важной наукой в университете. Вот почему. Она изучается всеми студентами всех институтов и факультетов, так же, как физкультура. Но если от физкультуры бывает освобождение, то от математики их не бывает. Поэтому спасибо вам за внимание. До новых встреч 4 февраля. Пока. Второй момент. Марат Мирзович выступает, сказал, что 4-я премия, директор института уже 3-я. И все правы. Четвертая премия по сумме на самом деле так, но надо помнить, что Нобелевская премия математикам не вручается. Поэтому это третья по соразмерности премия. Конторович, будучи математиком, получил Нобелевскую премию, но не за работы в области математики, а за работы в области экономики. Поэтому наша премия с общим выделением средств это 100 тысяч, но поскольку организационные мероприятия и сама медаль тоже чего-то стоит, ее изготовление, 75 получают люди на руки. Так, да? Ну, чтобы здесь прессы много, премия по размеру третья, филфонская премия, мне сказали, всего 14 тысяч рублей. А мы ее... Долларов. Долларов. Я извиняюсь, поскольку мы работаем в рублевом пространстве, поэтому нам все время как бы до долларов. Поэтому наша премия на самом деле она очень достойна. Это не бюджет университета, это бюджет попечительского фонда. И мы сделаем так, чтобы размер премии на несколько лет хватило, мы сформируем специальный фонд, чтобы не возникало проблем у будущих поколений, откуда их найти. поскольку премия и медаль Лобачевского вручались в различные годы. Потом либо денег не было, либо настроения не было, либо еще чего-то не хватало и всегда заканчивалось. Мы хотим сделать, чтобы все, что мы начинаем, долго-долго жило. Так же, как наш с вами, надеюсь, любимый наш университет. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова